Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант с нами на прямой связи. Игорь Александрович, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе. Приветствую. Давайте начнем с того, что видим, на фронте достаточно серьезная ситуация сохраняется. Самым напряженным сейчас остается Кураховское направление. И хочу обратить внимание в очередной раз на те потери, которые мы недавно озвучивали. Почти две тысячи было оккупантов ликвидировано за сутки. 81 боевая бронированная машина, 23 танка, а также еще 68 автомобилей. То есть, я так понимаю, сейчас достаточно активно задействует противник свои ресурсы на фронте, не жалеет ничего. Ну и вот такие вот потери достаточно серьезные мы видим практически каждый день. Вот на сколько еще у них может хватить такого ресурса? Сколько еще они могут бросить на фронт? К сожалению, пока, как мы видим, достаточно для того, чтобы осуществлять наступательные действия. Конечно, с учетом того, что нанесены в предыдущих боях серьезные потери у них, значит, и рекорды бьются чуть ли не каждый день. Увеличивается количество уничтоженных нашими оборонцами их военнослужащих уже почти до двух тысяч. Показатели были там тысяча триста пятьдесят где-то. Но при всем при этом, вот, несмотря на эти потери, противник уже не может наступать на всех направлениях, как раньше, с достаточно серьезными темпами продвижения. В связи с этим он перегруппируется и концентрируется свои ресурсы на каких-то отдельных направлениях. Ну, это пример с Покровском. То есть, два месяца назад они пытались по фронту сразу или в лоб, как бы, по-народному его захватывать. Это им не удалось. Наши использовали там соответствующие резервы. И здесь подчеркивается еще раз роль и значение резервных бригад, которые надо формировать. Надо, конечно же, пополнять и бригады, которые на линии соприкосновения. Ну, так или иначе, это вынудило их, значит, перейти на Покровском направлении, ну, к значению боевых действий, тактического направления. Конечно, они не отказываются, но, в принципе, сил, чтобы захватить его у них нет. В связи с этим перегруппировались на юг. К сожалению, захватили Углидар. И теперь вот угрожающая ситуация складывается вокруг Курахова с трех сторон, с севера, востока и юга, они продвигаются. И потом, в связи с потерями, их заставляет задумываться над тем, каким образом все-таки уменьшать их. И поэтому они, где могут, уходят от очень затратных городских боев. И в данном случае пытаются это осуществить и в Курахово, то есть захватить этот город, чтобы бои внутри города вообще не были, или минимум. Для этого надо перерезать логистические пути, поставок всего необходимого для ведения боевых действий для наших оборонцев, подразделений, которые находятся в самом городе. И поэтому они сейчас делают попытку перерезать на юго-западе, зайти как бы с западной стороны. Это там коридор небольшой, там 15 плюс-минус километров, по которым осуществляется это логистическое обеспечение. Таким образом, вынуждать, чтобы не попасть в окружение, так называемый народный котел, вынуждать выходить из оборонного этого района нашей силы, ну и минимально проводить городские, это их планы, городские бои. Задача тех частей, которые воюют вокруг Курахово на направлении Покровского, сломать эти планы, как можно больше нанести поражение противника, вооружение техники и живой силе, и выходить постепенно, с учетом того, чтобы наращивать помощь. Теперь уже и со стороны американцев, они к концу года ресурс, у них есть теперь формальные, так сказать, отпали многие моменты, и Европа, но весь вопрос во времени, для того, чтобы настолько нам помочь, а внутри мы провести более решительную мобилизацию, чтобы за счет этого удалось остановить продвижение противника, то есть выполнить со стороны Силы обороны Украины первую задачу стратегической оборонительной операции. Утром 11 ноября российские войска как раз обстреляли Курахово, вследствие чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Уровень воды в реке Волчье поднялся на более чем метр. Об этом сообщил руководитель Кураховской городской военной администрации Роман Падун. Осмотреть повреждения дамбы сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Тем временем украинские защитники, которые обороняют Украину на этом направлении, ожидают, что будут подтоплены украинские села и дороги. Чем разрушение дамбы в районе Курахово чревато для наших защитников города? Есть ли возможности продолжать логистику в обход тех участков, которые затоплены? К сожалению, это усугубляет состояние наших оборонцев, а с другой стороны проявляет еще раз террористические подходы в нарушении международных прав ведения войны, которые не придерживаются. Мы помним историю с Каховской дамбой гидроэлектростанции. Ну и по ходу ведения боевых действий за эти почти три года они неоднократно прибегали к такого рода действия. Здесь усугубляется, и там на месте, конечно, ну это, скажем, с упреждением предусматривалось вот такого рода действия. Ну предусматривалось со стороны наших сил обороны Украины. Это не значит, что можно было исключить такого рода действия. И поэтому вот они используют этот водоем, используют фактор того, чтобы где-то заливать и ухудшать вопросы, связанные с логистикой. А дальше, в общем-то, это все так, как мы с вами сейчас обговаривали. То есть если перерезать пути логистические, то это, значит, постепенно делает невозможным отстаивать дальше город и частям, которые находятся внутри. Поэтому это серьезный вопрос, проблема. И, как всегда, здесь необходимо вот то, о чем опять-таки говорили. То есть это ресурсы, которые в первую очередь с запада как можно быстрее должны поступать. Ну и решение нашего внутреннего домашнего задания, связанное с укомплектованием хотя бы и в первую очередь бригад, которые вот на линии соприкосновений ведут ожесточенные бои, начиная с Харьковской области и вот до Запорожья, до направления. Вот такая ситуация. По Курской области мы уже говорили сегодня с утра о том, что Путин дал указание или приказ до 20 января выбить оттуда украинских военных. Но вот, судя по всему, Ново-Ивановка сейчас фигурирует в сводках, что попытались уже, который день пытаются россияне атаковать наши позиции. Но, судя по всему, не очень удачно. Накануне такой, как говорят наши военные, черный день у россиян был. Около 300 погибших и раненых в результате этих наступлений. К чему готовиться? Как ведут себя эти 50 тысяч контингента российского в Курской области? Ну, ведут себя где-то так, как вы и сказали, в последние трое суток. То есть, они интенсифицировали боевые действия, связанные с тем, чтобы оттеснить наши части Силы обороны Украины. То есть, эту группировку, которая на Курщине ведут боевые действия, границам. Более того, хотят построить планы и продолжение действий на нашу Сумщину. Несмотря на то, что дополнительно уже задействованы военные и группированные дивизии, скажем, северных корейцев, которые в той или иной степени адаптированы и постепенно заводятся, ими избранный такой вариант, что подразделения отдельные придаются к частям Российской Федерации. То ли они боятся, что крупным соединением корейцы могут там как-то себя вести не так, как хотелось бы им, или неэффективно, как хотелось бы они представить. Но так или иначе, вот этот потенциал, там, до 12 тысяч северокорейцев, они его вводят для того, чтобы решить вопрос с оттеснением наших вооруженных сил. Ну и, скорее всего, там с глобальных подходов военно-политических, чтобы корейцы оставались тут на границах, удерживали ее, а им перебросить в необходимые места, где ресурсы, те, которые мы обсуждали на Востоке, например, на Восточном фронте, или на том же Харьковском, для того, чтобы получить более решительные какие-то достижения. Путин понимает стратегически, что буквально по дням ситуация меняется, и все больше вероятность того, что перейдут к приостановке ведения боевых действий, к переговорному процессу, и поэтому здесь, причем большая вероятность того, что это будет по линии ведения боевых действий, и в связи с этим надо захватить как больше территорий и продвинуть эту линию как можно дальше в сторону Украины, чтобы усилить таким образом свои переговорные процессы. Наши планы как раз противные к этому, и поэтому идут вот такие ожесточенные бои на всех фактических фронтах, ну а по Курщине это выглядит таким образом. Игорь Александрович, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда вам рады на Freedom. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», также генерал-лейтенант присоединился к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.